Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости канала. 17 мая на календаре «Городская среда» с вами и герои семи ушедших дней. Это Артем Никитин, проправительственный телеграм-канал «Риазинформбюро», сотрудники дирекции благоустройства города и неожиданно, в том числе и для меня, подзаботный многими, Владимир Бурмистров. «Риазинформбюро» запустил опрос о бывшем заме Елены Сорокиной, явно с прицелом на то, что читатели канала подвергнут его обструкции. Но получилось иначе. Бурмистров набрал в общей сумме 56% положительных, как глава Рязани, Скопина, Ростова-на-Дону и директор спецавтобазы по уборке города. Остальные пришлись на разделы «Бригадир воспалительной колонии» 21% и такая мутная глава «Последний эпилог» 23%. Что этим хотели сказать организаторы опроса, я даже не понял. Причем, как глава Рязани, Бурмистров набрал аж 34%. Что это, Димаш против Татьяны Панфиловой, похоже на то, ведь тут же телеграм-канал «Рязанская власть» опубликовал ей «Пенегирик». Я позвонил Бурмистрову утром 17 мая. Краткое содержание беседы. Вашему вниманию. Я его расценил такой, может быть, как троллинг, как шутливый. Кто-то расценил. Как последствия вынес, выяснилось, некоторые расценили его очень серьезно. По Вашему мнению, кто инициатор и с какой целью организовали вот этот опрос на проправительственном канале? Павел Анатольевич, ну, понятия не имею, кто инициатор опроса. Мне, конечно, очень импонирует внимание к моей персоне, что столько людей приняли участие в опросе, да. И я в нем победил с хорошим результатом. Но хочу сказать, что у меня много дел своих. Кто-то взял с моей страницы, да, с моей переписки, зацепил, да, там у меня было общение со Светланой Коноваловой, с активисткой. Ну, шуточное совершенно, что, говорит, я бы вас хотела, она, видеть в роли главы вязания. Да, я говорю, ну, если бы вот такие поддерживали, да, там, общественники, все, да, я действительно считаю, что общественники, если будут поддерживать власть, да, там, будет намного эффективнее работать. Я говорю, ну, да, было бы много результатов. Но это была совершенно шуточная какая-то переписка. И вот они взяли эту переписку и начали ее тиражировать по всем телеграм-каналам. Опять же, я к этому отношения никакого не имею. Ну, наверное, они его запустили, да, эти люди с целью дискредитации, потому что там были такие пункты в голосовании, да, там, как бригадир там, что в колонии какой-то, да, там, еще кто-то. Да, для вас этот результат, для вас результат неожиданный. Да, мне очень приятно, что такой результат, что столько людей добро меня поддержало. Всем спасибо, да, я там посмотрел, там, вообще 1700 человек проголосовало, да, больше половины проголосовали за положительные пункты в этом опросе. Что еще хочешь сказать? Я точно, я точно не хочу, понимаете, на свою персону столько внимания завлекать. И моя персона, это не та персона, на которой должен такой ажиотаж собираться, да. Есть намного важные дела в городе, да, и в области, о которых надо писать. И другие персонали, да, которые принимают, действительно, принимают решения, да, какие-то, играют какую-то роль в политике сейчас, ну, серьезную, да, там, на которых завязаны многие вопросы, да, хозяйственные. Ну, пишите о них, а их работу освещайте. Зачем вы начинаете вокруг меня создавать какой-то ореол там и будоражить общественное мнение? Вот мой ролик. Да, мне такое ощущение, что результат оказался неожиданным для самих организаторов этого опроса. И потом началось такое послесловие, очень активное, которое прям продолжалось, такой шум был сильный в интернете. И вас не то что обвинили, но предъявили, что голосовали якобы за вас неживые люди, а боты. Ну, опять же, повторюсь, если я к этому отношения не имею и в этом не участвовал, в чем меня можно вообще предъявлять, обвинять? И кто-то это устроил, да, результат им не понравился, да, но они сейчас все что угодно могут придумать. Опять же, я повторюсь, зачем вокруг моей персоны устраивать такой ажиотаж? Вот это основной вопрос. Если у кого-то есть вопросы ко мне, какие-то предложения, вот, пожалуйста, в личку пусть пишут любые блогеры, любые общественники. Телефон мой известен многим в Рязани. Ну да, вот я же позвонил, правильно? Ну, естественно. Да, и многие знают мой телефон, я со многими общаюсь. И я готов обсуждать, отвечать на эти вопросы. Зачем устраивать вот это вот, эти опросы и вот такие вот акции, да? И снова, Рязинформбюро, днем 17 мая, появляется новость, цитирую, зампред правительства Артем Никитин с женой, замруководителя корпорации развития Рязанской области Ольга Богачева и ее муж, директор центра креативных индустрий Устин Богачев, а также главный специалист корпорации развития Анна Алибастрова, в конце апреля на несколько дней слетали в загадочную командировку в Нью-Дели. В Рязинформбюро удивлены немного отсутствием постов о прорыве в рязанско-индийских отношениях или хотя бы попытках их прорвать. Сразу говорю, эту рубашонку мне привез не Никитин с компанией. Кстати, меня уверяли со стопроцентной уверенностью в голосе, что Рязинформбюро контролирует как раз Артем Никитин. Как-то не складывается. Или это какая-то многоходовочка начинается. Далее о телеграм-каналах База пишет. По предварительным данным МВД России задержала администраторов телеграм-каналов, работавшие по многим регионам России. Среди них греководник Око Аки из Рязани. Вопрос у меня возникает. А как же Сергей Филимонов и Антон Астафьев? Что будет с экс-чиновниками правительства Ковалевского набора? Ведь, как уверял ряд рязанских телеграм-каналов, именно они с помощью греководника и Око Аки хейтили действующую верхушку регионального руководства. Рязанский комментатор в очередной раз показал свой профессионализм. Ругать, ругает он городскую власть, но не остается в стороне от хороших новостей. Именно этот телеграм-канал рассказал о гуманном поступке рязанских уборщиков улиц и переулков. Сюжет вашему вниманию. Дай, малышки. Все, забирайте, маленьких убирайте. Давайте, малышки, давайте. Ой, на речку, на речку. На речку, на речку. И тот же рязанский комментатор укоряет руководство ОРТ в жлобстве. Не хотят включать кондиционеры в новых троллейбусах. Ирине Сорокиной и начальник управления транспорта Ирине Черноусовой следует разобраться, почему троллейбус становится парилкой. А теперь по поводу городской власти. Центр управления регионом рассчитал топ-3 муниципалитетов с наибольшим количеством вращений на одну тысячу жителей. Это Скопин, Милославский и Клепейковский районы. А вот жалуются меньше всего в Захаровском, Ухоловском и Шиловском. Рязани ни там, ни там. Сорокина выдохнула хотя бы на время. И если серьезно, администрация областного центра в газете «Рязанские ведомости» от 17 мая проинформировала о размещении на своем сайте проекта научно-исследовательской работы с таким названием «Серьезным. Актуализация схемы теплоснабжения городского округа города Рязани на 2024 год». А пока летние пробки в городе будут копать на Первомайском проспекте. Подробно об этом написала КП «Рязань». То есть комсомолка. Почитайте. Ну, хочется закончить повседневностью Небросской работой дирекции благоустройства города. Косят. Нет ни бабло, ни под дураков, а траву. И моют остановки общественного транспорта на окраинах Рязани. Посмотрите, как они это делают. Ну, а у меня пока все. До свидания. Увидимся. Сегодня у нас уборка, промывка остановочных комплексов по Ряжскому шоссе. То есть она начинается отсюда и заканчивается поселком «Строитель». Обе страны. Ежедневно моются от 10 до 12 остановочных комплексов. Очень много как бы людей на остановках, особенно это час пик утра и уже конец дня. А ночью не пробовали смыть? Ночью моются тротуары. Также и остановки. Вот так островы проходит в песочне. И вот остался этот островок. Все, уже закончили тут? А сколько за день приблизительно скашиваете? Ну так, не прикидывали, сколько? Ну, гектар. Гектар, да? Получается. За текущую неделю была окошенная улица Циолковского, Новоселов и Зубкова, частично. То есть не полностью улица. В среднем за рабочую смену один косарь, где-то один косарь за свою рабочую смену убирает в районе гектара. В зависимости от травяного покрова, от его высоты. Сейчас ведутся работы по улице Новоселов в микрорайоне Песочня. Продолжение следует...